Добро пожаловать на вебинар MotionMetrics. В выпуске этой недели мы поговорим о PortoMetrics и о том, как начать работу с этим замечательным устройством. Ладно, начнем вебинар, посвященный PortoMetrics. Итак, мы бегло ознакомимся с устройством, пройдемся по его характеристикам, обсудим, что вам необходимо сделать, чтобы использовать его правильно, как делать хорошие снимки в полевых условиях, а также поговорим о функциях, которые предлагает устройство. Прежде всего, я подключил устройство к компьютеру. В целом, я буду обучать вас так, как будто вы используете его в полевых условиях, что является главной целью этого занятия. Первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что пользователь использует правильную дату и время, а также часовой пояс. Давайте щелкнем на левый верхний угол нашего окна. Откроется мастер настройки даты и времени. У нас здесь даты и время. Это вторник, 7 апреля 2020 года. И время указано верно. Сейчас 43 минуты полудня и... Я нахожусь в Ванкувере, Канада. Сейчас у нас тихоокеанское летнее время, так что все верно. И мне не нужно ничего менять. Но если вам это необходимо, если вы только что получили устройство и приступаете к его использованию, и ваши даты или фактическое время отличаются от того, что здесь указано, я настоятельно рекомендую внести изменения. Приступим и щелкнем на ОК. Что еще у нас тут вверху? Иконки. Это у меня мастер помощи. Если я щелкну здесь, на этот вопросительный знак, я смогу открыть страницу мастера, что позволит мне посмотреть, за что отвечает каждая кнопка. Так что, если я что-то забыл, если я не в офисе, если я в полевых условиях, у меня есть доступ к этой информации. Итак, первая кнопка. Здесь немного функций. Получение изображения, фрагментация, уклон откоса, расстояние, несоответствие, режим работы камеры, ближний-дальний, а также средства выбора меток, тегов. Мы познакомимся с каждой из них. Но, допустим, я нахожусь в полевых условиях и не взял с собой инструкцию. Краткое руководство. Я могу вернуться и обратиться к мастеру помощи. Следующая кнопка. Соединение, GPS и состояние. Сейчас я нахожусь в здании. К сожалению, мой спутник или спутники, которые я должен выбрать, недоступны. Но если вы находитесь в полевых условиях, вы наверняка увидите 4-8 доступных спутников или даже больше, в зависимости от того, очевидно, где вы находитесь. Обычно с 4 или 5-ю вы получите соответствующую информацию от спутников и определите вашу широту, долготу и высоту. Итак, вы увидите свои GPS-координаты здесь. Следующая кнопка. Облако. Так как я использую локальную сеть, мое облако отключено. Но при подключении к интернету вы должны видеть свое соединение с облаком. Оно используется для синхронизации ваших записей с Metrics Manager Pro. Так что будет удобно, когда вы находитесь в офисе, сделали свои фотографии и хотите загрузить их в MMPro, то можете использовать эту кнопку для синхронизации. Можно сделать это автоматически или вручную для каждой записи поочередно. У вас также есть возможность загрузить последнюю версию программного обеспечения, что очень важно. Вы увидите его здесь, в списке. Если там есть что-то новое, вы сможете загрузить его непосредственно на ваше устройство и установить. Таким образом, очень удобно пользоваться этой кнопкой или функцией, чтобы обновить программное обеспечение до последней версии. Очевидно, что вы должны быть подключены к интернету. Сейчас, так как мой компьютер подключен к локальной сети, у меня эта функция отключена, но мы можем познакомиться с ней более подробно. Может быть, на отдельном занятии. Итак, четвертая иконка здесь – это значок сетевого подключения. Следующей функцией будет состояние моей батареи и другие параметры настройки. Как вы видите, сейчас мое устройство подключено к настенной розетке с помощью вилки. Мой аккумулятор заряжен на 100%, что соответствует 16,8 В. У меня также есть акселерометр. Мое устройство в данный момент установлено на штативе, поэтому эти показания крена, тангажа и рыскания незначительно изменяются. Они не должны изменяться так существенно, потому что оно установлено на штативе. Возможно, в моем офисе ощущается небольшая вибрация. Далее… Так, это я пропустил. Это яркость экрана. Так что я предпочел бы оставить ее на среднем значении. Если у меня садится батарея, я, возможно, уменьшу ее. Но это на усмотрение пользователя. Далее у нас есть одна из самых важных настроек для пользователя. Диапазон для близкорасположенных объектов и далекорасположенных объектов. Близкорасположенные объекты находятся в пределах от 1,5 метров до 3 метров. Но мы рекомендуем, если вы находитесь на расстоянии от 1 до 3 метров до объекта или откоса уступа, выбрать ближний режим. Если вы находитесь дальше, то можете выбрать дальний режим для получения изображений на расстоянии от 2-3 метров до 20 метров. Ближний режим – от 1 до 3, дальний режим – от 3 до 20. Если вы находитесь на расстоянии 2-3, то можете выбрать любой, потому что ваш датчик несоответствия оповестит вас. Сейчас у меня стенка из породы, обращенная к моему устройству. Вы можете видеть ее на заднем плане. Это примерно 2 метра. Там внизу видно. Так что мы можем использовать либо ближний, либо дальний. 2 метра относится к обоим диапазонам. Но опять же, если вы фокусируетесь на откосе уступа, находящемся на расстоянии от 5 до 10 метров, вы можете выбрать дальний режим, чтобы устройство определяло правильно. Если вы используете неправильный диапазон, оно не будет хорошо работать. Будут сложности с сегментацией, будут сложности с масштабированием, определение гранулометрического состава не будет работать, и вам придется делать это заново. Перед сбором данных убедитесь, что вы выбрали ближний или дальний режим. Одна замечательная функция, которую я хочу показать вам здесь, если вы щелкнете на «Показать несоответствие», вы увидите, что датчик регистрации 3D-изображений работает. Итак, этот датчик регистрации 3D-изображений сообщит мне текстуру. Мы определяем текстуру. Вот почему фон в виде стены моего кабинета не имеет никакой текстуры. Он не будет красного цвета и не будет определяться моим датчиком регистрации 3D-изображений. Ладно, оставим его выключенным. А я проверю несколько настроек этого устройства. Вы можете внести изменения щелчком на этой кнопке. У вас откроется страница настроек, на которой есть различные вкладки. Первое — общие настройки, где можно изменить размер негабаритных фракций, некондиционных фракций и тип единиц измерения. Вы можете изменить эти параметры. Очевидно, что они отличаются на разных горнодобывающих предприятиях, так что вы можете менять их, как вам необходимо. Система. Здесь также есть функция подключения к вашей сети. Если это локальная или другая Wi-Fi-сеть, вы можете это сделать. Вы также можете изменить дату и время, а функции «Место расположения кружка и изменения масштаба области» вы можете выбрать ближнее, дальнее по своему усмотрению. Использование диска. Можно проверить место, доступное на моем устройстве. Если я сделал множество фотографий, много записей, то мне, вероятно, придется взглянуть на эту новую круговую диаграмму использования пространства на диске. Она кратко характеризует свободное место на вашем устройстве, а также занятое место. Обычно вы можете использовать его для нескольких сотен записей, и у вас все еще останется место. Но время от времени вам необходимо выполнять проверку. Также можно выбрать дату очистки диска. Это автоматический инструмент, который очистит вашу базу данных, и вы удалите эти записи. Если вы согласны удалить записи, вы можете это сделать. Во вкладке «О программе» будет показана версия моего программного обеспечения, а также имя хоста и IP, к которому я подключен. Поэтому, если я хочу провести занятие, как сейчас, будет удобно подключить мой компьютер к устройству с помощью этого IP-адреса. Также на этой вкладке перечислены следующие функции «Определение гранулометрического состава», «Измерение угла откоса», «Соединение с облаком», «Формирование отчетов», «Встроенный GPS». Итак, это страница настроек. Я вернусь и проверю свой главный вид для полученных изображений. Мы уже видели иконки верхней части. Вот эта кнопка – нечто интересное. Это одна из функций, которые у вас есть для того, чтобы сделать фотографию. Если вы нажмете на кнопку здесь, вы сделаете снимок. С правой стороны устройства также есть еще одна кнопка, которую можно использовать для сбора записей. Допустим, вы работаете в полевых условиях и, возможно, слегка потеете. Можно использовать эту кнопку. Это настоящая кнопка, это не сенсорная функция на ЖК-экране. Далее переходим к прямоугольнику здесь. Для чего этот прямоугольник? Это интересующая вас область. Это очень важно, если вы хотите получать изображение хорошего качества с соответствующим освещением и фокусом камеры. И очень важно, каждый раз, когда вы хотите получить изображение соответствующего качества, вам придется максимально увеличить, изменить интересующую вас область. В данный момент я просто фокусируюсь на своей стенке из породы. Предположим, я его расширю. Как вы видите, мой индикатор датчика несоответствия работает неправильно, потому что на этой стене нет текстуры. Так что мой датчик несоответствия сообщает, но там нет текстуры, нам не следует фотографировать или качество будет не лучшим. Следовательно, я собираюсь сделать его поуже, чтобы сфокусироваться на горной породе. Опять же, когда вы делаете записи, снимки в полевых условиях, убедитесь, что интересующая вас область настроена, чтобы получить конкретно то, что вам нужно. Если у вас откос уступа, который имеет разную глубину, в пределах интересующей вас области лучше расположить одну основную глубину. Далее. Мы уже говорили о датчике несоответствия, но вы можете увидеть его здесь. Если у вас зеленая полоса, это означает, что согласно индикатору несоответствия качество 3D данных хорошее. Если у вас оранжевая полоса, то это среднее качество 3D данных в части несоответствий. Поэтому лучше, чтобы она была зеленой, чтобы обеспечить оптимальное качество для последующего определения. Если у вас индикатор качества 3D данных красного цвета, это значит, что качество будет плохим, и вам лучше не делать там фотографию. И это также происходит, когда вы используете различные ближние и дальние режимы. Или если вы находитесь слишком далеко от объекта и выбрали ближний режим, у вас будет красная полоса. Это указывает на то, что вам нужно выбрать соответствующий диапазон камеры. Далее ниже у нас есть функция меток. Допустим, я нахожусь в полевых условиях на 27-м блоке. Я могу это записать, и все записи, которые я сделаю, будут помечены этой короткой меткой. Так что позже я смогу найти записи с этой меткой. Это очень важно, если я делаю несколько фотографий в течение дня, и все эти фотографии, вероятно, будут для разных участков рудника, разных блоков. Поэтому я хотел бы конкретизировать информацию, которую фиксирую. Я хотел бы, чтобы каждый блок, с которого я собираю данные, имел метку. Итак, давайте сделаем там еще один снимок. Этой записи будет присвоена метка. У вас может быть больше одной метки, их может быть две. У вас могут быть, скажем, блок 27 и взрывные работы. Следовательно, у меня теперь две метки, и я могу сделать там еще один снимок. У меня будет эта запись с двумя метками. Что еще у меня есть в окне? У меня есть индикатор уклона, вот эта кнопка. Он покажет мне уклон между устройством и откосом уступа. Я настоятельно рекомендую использовать штатив при съемке. Если у вас нет штатива, постарайтесь держать устройство как можно устойчивее, чтобы гарантировать, что вы не перемещаете устройство и глубина не меняется. Изображение будет иметь более высокое качество, а дальнейшая обработка также обеспечит вам более высокое качество. Так что это очень важно. Вы можете проверить уклон к откосу уступа, а также есть иконка, которая показывает расстояние от устройства до откоса уступа, и это тоже очень важно. Допустим, как только я сделал несколько фотографий, меня все устраивает, и я хочу узнать реальную сегментацию, то я могу щелкнуть на иконку тут. Так что я просто перемещусь и щелкнусь здесь. Это даст мне доступ к окну просмотра изображений. Итак, у вас есть записи. Можно щелкнуть на них и отобразится дата и время этой записи, а также таблица пи-значений для конкретной записи. А еще здесь есть ваши метки. Вы можете максимально увеличить или прокрутить назад. Или я могу поискать по меткам, так что если я пометил что-то как взрывные работы, я могу отфильтровать свои записи, и это обеспечит мне такую возможность. В результате, как видите, у меня есть всего две записи с меткой «Взрывные работы». Это очень удобно. Если у вас есть несколько записей, которые вы сделали в течение дня, и вы хотите введить только одну запись, вы можете использовать это для фильтрации записей. Итак, убедитесь, что вы каждый раз присваиваете метку, когда перемещаетесь. Тогда вы сможете использовать метки для фильтрации записей, что достаточно важно. Один интересный момент здесь заключается в том, что если у вас стоит галочка синего цвета, это означает, что запись обработана. Это означает, что запись сегментирована как та, которую вы видите здесь. И если у вас отображается такая иконка облака, это значит, что она еще не синхронизирована с облаком. Но давайте посмотрим еще одну запись, на которой можно увидеть как вот эта, даже если это что-то из моего кабинета. На ней отображается зеленая галочка. Это означает, что она была синхронизирована с облаком. Это будет полезно для дальнейшего определения. Но сейчас мы сосредоточимся на средстве просмотра изображений. Эта кнопка синхронизирует все ваши записи, которые не были синхронизированы. А эта кнопка удаляет запись. Предположим, это мне не понравилось, и я просто ее удалю. Или если я хочу синхронизировать конкретную запись, я могу щелкнуть здесь, и она синхронизируется. Также есть параметр прозрачности для сегментации, есть функция включения и выключения. Можно включить или отключить сегментацию или вид сегментации. Здесь есть еще несколько инструментов. Я просто назову их. Это редактор области. Вы можете изменить интересующую вас область, даже если вы уже сделали снимок. Можно изменить ее здесь и повторно проверить. Также есть редактор сегментации в ручном режиме. Если вас не устраивает сегментация из-за различных факторов, например, теней или неравномерного освещения, с помощью этой кнопки можно скорректировать сегментацию, обрабатываемую алгоритмом. А еще есть кнопка, которая вычисляет расстояние. Так что, если я хочу определить расстояние между двумя кусками горной массы, я могу просто щелкнуть здесь, и у меня будет инструмент, который позволит узнать расстояние между двумя кусками. Другая функция, которая у меня есть, это средство просмотра для определения гранулометрического состава. Если я нажму на эту кнопку, то перейду на страницу определения гранулометрического состава, и с помощью этой кнопки я смогу вернуться к камере. Итак, давайте просто щелкнем там, и я вернусь к камере. Давайте щелкнем там, и я вернусь к окну средства просмотра изображений. Продолжим и посмотрим средство просмотра для определения гранулометрического состава. Здесь есть информация о некондиционных и негабаритных фракциях, моя таблица P-значений и, конечно, кривая гранулометрического состава. Это реальные данные для одной записи. Я могу нажать на несколько записей, добавить 1, 2, 3, сколько захочу. У вас также есть возможность применить модели Розина-Рамблера или шведского взрывного исследовательского центра Свебрек к моим данным. Так что кривые будут соответствовать этим фактическим данным, которые я собрал в полевых условиях. А это некондиционные и негабаритные фракции. Я все еще могу изменить их, если вернусь на страницу настроек. Допустим, я забыл это сделать. Я все еще могу вернуться и изменить их, а потом посмотреть обновленные результаты. В функции «Столбиковая диаграмма» я вижу выбранные мною записи, упорядоченные по размеру набины. Итак, у меня есть таблица сортировки по размеру набины, а также «Столбиковая диаграмма сортировки по размеру набины». Я могу задавать различные значения размера бина. Давайте просто изменим его здесь и используем только 5 мм на каждый бин. То, что я получил, полностью отличается от того, что было раньше. Теперь здесь больше бинов, которыми я могу манипулировать или просмотреть. Я могу просто прокручивать вниз и вверх. И если я просто отменю выбор, то очевидно произойдут изменения. Как только мы будем удовлетворены результатами, мы сможем сформировать отчет в формате CSV. Мы можем сохранить его на USB-диске или отправить по электронной почте. Далее я щелкаю на «Формирование CSV-отчета» для того, чтобы сохранить его на USB-флешке. Это позволит мне сохранить эту информацию на флешке. Также у меня есть кнопка «Электронная почта», по которой я могу просто щелкнуть и отправить отчет по электронной почте. Мне нужно просто указать адрес электронной почты. Давайте напишем 300 балл собака motionmetrics.com. Итак, я указал там свое имя, что означает, что я могу напрямую отправить этот отчет с двумя изображениями, для которых было выполнено определение гранулометрического состава. И это письмо отправляется. Письмо отправлено. Теперь у меня есть отчет на компьютере или этот отчет теперь есть у моего коллеги на его компьютере, что довольно удобно. Следовательно, у вас есть две функции экспорта отчета. Здесь еще несколько интересных функций. Вы можете выбрать все изображения, если щелкните на эту кнопку, или отменить выбор всех изображений здесь. Можно снова синхронизировать их с облаком или удалить записи, поэтому функций там немного. И снова вы можете отфильтровать по метке. Так что если мы еще раз это проделаем и укажем вашу метку, то вы сможете выполнить фильтрацию. Теперь у меня только две записи, что довольно удобно. В результате все отлично, у меня есть все, что нужно. Мое портативное устройство можно брать в полевые условия, делать записи, определять гранулометрический состав. И позже я смогу принести его обратно в офис. Я могу синхронизировать эти записи с Метрикс Менеджер Про и использовать платформу для их редактирования, подготовки отчета и последующего определения гранулометрического состава. Или я могу сделать это на устройстве. Большое спасибо! Подключайтесь к другому занятию по Порту Метрикс, где мы более подробно рассмотрим дополнительные корректировки в ручном режиме. Если у вас возникнут вопросы, можете написать на электронную почту infodifisrush-sobaka-motionmetrics.com или обратиться в нашу сервисную службу. Мы будем рады вам помочь. Спасибо, что посмотрели занятия. Хорошей недели! Берегите себя! До свидания!